С середины рабочей недели оказалась насыщенной аварийными ситуациями на дороге. Хроника происшествий среды началась в 9.40 с ДТП на улице Энгельса в Обнинске. Видимо, водитель этой Мазды забыл о соблюдении дистанции на дороге, результатом чего стало столкновение с Рено, которое остановилось на красный сигнал светофора. Происшествие случилось в зоне действия пешеходного перехода. От удара сзади иномарку французского производства вытолкнуло вперед. К счастью, в этот момент пешеходов на Зебре не было и никто не пострадал. В половине второго на улице Королёва невнимательность и несоблюдение скоростного режима водителям автомобиля Киа стали главной причиной столкновения с Шевроле Лачетти, водитель которой остановился перед перекрёстком на красный сигнал светофора. Киа практически не получила повреждений, а вот Шевроле повезло значительно меньше. В 15.30 ещё два автомобиля оказались в затруднительной ситуации на одном из перекрёстков улицы Серова в деревне Белкино. После обильного снегопада и последовавшего за ним дождя, дорожное покрытие здесь превратилось в настоящий каток. Водитель УАЗа ехал прямо и не увидел «Вольво», приблизившийся к перекрёстку из-за поворота. Попытка затормозить у автовладельцев не уинчалась успехом. Машины заскользили по льду и столкнулись. Также в этот день с сотрудниками оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции в Обнинске из-за борота были изъято сразу четыре фальшивые купюры. В первом случае три поддельных пятитысячных банкнот среднего качества были обнаружены в кассе пересчёта в банке на улице Аксёнова. Первую доставили инкассаторы с автозаправочной станции, вторую – из банкомата, а третью – из коммерческой организации. Во втором случае фальшивую тысячную купюру выявила бдительная работница продуктового магазина на улице Привокзальной. Кассир почувствовал подвох, как только взяла деньги в руки. Бумага даже на ощупь отличалась от оригинала. Краска осыпалась, а банкнота оказалась составлена из двух склеенных частей. Предъявительницу фальшивки задержали сотрудники ОМВД и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.